Утешителю души истины, и жили везде сын, и вся исполняя сокровища благих. И жизни богателю прийти все листья мы, и очистены от всяких скверных, и спаси блажей души нашей. Господи, молим Тебя, благослови наше занятие в этот воскресный день. Ты чудесным образом собрал нас здесь. Наполни наши сердца благодарением, уши вниманием. Руки делами добрыми, Господи, пошли на нашем пути людей, жаждущих слышать Слово Твое, чтобы мы помогли поделиться с ними этой благою и радостной вестью о Тебе, потому что Ты умер за грехи наши и ждешь нас на небесах. Тебе же слава во славе, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, и вовеки в Бог. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ивангелие от Марка, первая глава, первая по второй стихи. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Толкование. Иоанна, последнего из пророков, евангелист представляет началом Евангелия Сына Божия, потому что конец Ветхого есть начало Нового Завета. Что касается свидетельства о предтече, то оно взято из двух пророков. Из Малахии, третья глава, первый стих, и из Исаии, сороковая глава, третий стих. Глаз вопиющего в пустыне и прочее. Это слова Бога Отца к Сыну. Он именует предтечу ангелом, за его ангельскую и почти бесплотную жизнь, и за возвещение и указание грядущего Христа. Иоанн уготавлял путь Господень, приготовляя посредством крещения души иудеев к принятию Христа. Пред лицом Твоим, значит, близок к Тебе ангел Твой. Этим означается родственная близость предтечи ко Христу, так как и перед царями шествуют преимущественно родственные особы. Глаз вопиющего в пустыне, то есть в пустыне иорданская, еще более в синагоге иудейской, которая была пуста в отношении к добру. Путь означает Новый Завет, то есть он говорит, приготовить путь Твой пред Тобой, астези, ветхий стези, 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 буква Е, как неоднократно нарушаемый иудеи. Иудеи. К пути, то есть к Новому Завету, они должны были приготовиться, астези ветхого исправить. И вот на слова блаженного фифилакта Ветхий и Новый Завет Игнатий Тихонович Лапкин дает комментарии. Комментарий, как о том необходимо всякий раз проповедовать Слово Божие. Интересно было бы посмотреть на священников, которые решились бы проповедовать прямо по Слову Божию. Вообразим, что такое все-таки где-то случится в третьем тысячелетии хотя бы один раз. Батюшка решился бы изъяснить священное писание как блаженный фифилакт и дошел бы до этого места, где говорится о Библии. В Ветхом и Новом Завете. Не просто говорить об этих путях и стезях, если по ним сам никогда не ходил. Стоит только начать проповедовать прямо по толкованию фифилакта на это место и другие его собратья прозовут его Баптистом и Сектантом. Приходилось не раз причаться с такой ситуацией, когда запроповедь одного священника, а остальные ополчаются на него и просят архиерея или убрать его, или запретить. Когда Феофан, затворник, со своей огромной ученостью и знанием языков дошел до перевода Симеона Нового Богослова, то перо выпало из его рук. С великой скорби пишет он об этом, что отложил сей труд и не решился довести его до русской паствы во избежание соблазни. Какого соблазни? Того, что, прочитав этого подвижника, простые люди, если поверят ему, то тотчас же и признают свое неверие и потеряют всякую надежду на спасение. Так пусть уж остается все так, как и есть. И остаются эти стежки-дорожки нехоженными, а пастыри оказались не руководителями и поводырями для слепых, а сами ослепли, чтобы... А сами ослепли, не читая Библии. Путь в Царство Небесно один. Святая Библия. И так понимали все святые отцы. А сегодня на тысячу православных, проходивших всю жизнь в храме, при всем желании розыска не обращаешь ни единого, кто знал бы толкование святых отцов в церкви на Новый Завет. Книги толкования сегодня издаются и продаются свободно. Но авторитеты их для православных, как и авторитет Библии, на нуле. Все подменили новыми канонизациями, явлениями державных икон, крестными ходами, мироточениями и многим другим, о чем в Библии нет ни единого слова. И значит, пастыри ведут свою пасту не по путям и стезям, проложенным Господом, а непроходимыми дебрями, где нога Господа не ступала ни разу. Псалом 118, 113 стих. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». И пророк Иеремия 6, 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». «Но они сказали, не пойдем». «Всякий раз читаешь, когда на занятиях, и думаешь, ну как вот у Бога все выберут, то есть не раньше, не позже, мы вот читаем, вот о слепых, кто тут, что…» «О насущном». «Да, вот сегодня конфликт возник между братом Раисом Николаем, то есть она слепая, вот он ее хочет…» «Конфликт между ей и мной, но между мной и ей никакого конфликта нету». «Да, и вот она вроде как он ее хочет наставить, ревностный такой вроде, делает это, конечно, кому-то со стороны показываться, может излишне ревностно, даже грубо, и она плачет». «Я не хочу с юмором это делать». «Вот, вот так. Потому что он серьезно к этому относится, это вера великая об этом говорит. А кто как бы думает, что у нас тысячи православных ходят в храмы и не знают Слово Божие, как будто, как Игнать Тихонович говорит, заменили все вот этими мироточениями, иконами, экономизациями. Сегодня как раз вот Владимирская икона, брат вот порассказывал, то есть все вот это вокруг икон, там чудес все, а Слово Божие, жить по нему! «Да хотя бы вывод с этого сделали. Вот сегодня праздник этой иконы. Ну, кто знает об этом? Вчера читал брат Севастьян там. Вывод-то делайте теперь по нему, но есть праздник, да, вывод, вывод какой-нибудь, никакого вывода нету. А вот все, надо молиться, когда враг идет, давайте молиться, но они молиться-то молиться. Тогда такое время было, 1395 год, Куликовская битва была, 1380 год, и на этой Куликовском сражении погибло, погибло, по приблизительным подсчетам, 400 тысяч наших воинов, мужиков. За 15 лет сколько их там наросло? Ну, сколько бы ни наросло, но мало. И никого нету, чтобы защищать. А Тамерлан, у него огромное гигантское войско, 300 тысяч. И он всех покорил. Он покорил от Китая и до Иудеи. Представляете пространство? Это все было им покорено. И как там, до России это так, вошь как была. Ничто. Княжество. И она должна была пасть. И некому было воевать. И князья поняли, некому воевать-то. Мы не победим никак. Хоть какой тут войско собирает. Он разобьет. Он уже дошел до Ташка. 80 верст до Москвы. Даже там меньше было. 40 или 30, что-то такое. И в этот момент Господь делает чудо. И они решаются молиться. Давайте все на колени встанем и помолимся. Помните, как было в Неневе? Неневитяне, когда Иона пришел на проповедь, покаялись. И пророк потом сидит перед вратами Неневи и горюет. Господи, мне так стыдно за себя. Вот я в тебя так верил. Думаю, я сейчас приду им скажу. И они перед этим, как ваг пойти, язычники, познают силу твою. А ты взял их и упас. Да как же это тяжело-то мне. Да как же ты это не покарал-то. И что я тут делал? И Господь, помните, ему дал такое растение, тыква переводится на нашу тыкву. И он бросил эти семена и выросло. Огромное такое растение. И там такие лопухи. И его от солнца защитило. Тут источник пошел. Он попил. И сидит такой радостный. Все хорошо ему. И вдруг Господь слово свое послал. И эта тыква засохла. И листиков нету. И источник иссяк. И на него опять этот зной. И он сидит унывает такой. Ой-ой-ой, Господи, да как же так? Такое растение было. И он так опечалился. И Господь говорит, тебе жалко этой тыквы, да? Ой, Господи, как жалко-то. Ой, такое хорошее было растение. И так оно засохло. Ой, да как же так-то? Я же такой верующий в тебя. Он говорит, а теперь представь, что в этом городе живет 120 тысяч человек. И они не умеют отличить правую руку от левой. То есть неверующие. И ты понимаешь теперь, как я могу их просто так убить? Это мои люди, 120 тысяч. И ты о них нисколько не печешься, а печешься растение, которое сделало тебе тени. Тебе было хорошо. И пророк застыдился тогда, совесть у него. Он еще был их хазоветный пророк. Проснулась совесть. Понимаешь, почему их пощадил? Но, оказывается, пришло время, через некоторое небольшое, и начали опять грешить неневитяне. И тогда пришел срок, и было землетрясение могучее, было нашествие там неприятеля, и Неневию полностью разрушилось. Сейчас это в пустыне там раскопки ведут, да, город этот нашли. Весь иссеченный этим землетрясением, весь пожарящими от воин и так далее. Все, ничего не осталось в конечном итоге. То есть, просто покаяться, и потом вернуться к прошлым грехам. Нельзя. Нужно покаяться, и не делать этих грехов. И Россия постоянно наступала на те же грабли, что иудея. Да, вышли на колени, покаялись, 1395 год, и Тамерлан шел, шел, не доходит до Москвы, там, до городов больших, где много сокровищ, развивается там. Ночью захотел спать. Ложиться спать, ночью приходит огромная женщина, огромного роста, в светлом, там, сзади, юноши с этими смечами, и говорит, если ты не уйдешь, тебя ждет смерть. Ну, как бы это, представь, Богородица явилось, как бы так. А там люди молятся, они-то ничего не знают, он же не будет там бежать, и говорит, те, мужики московские, я тут сон сейчас видел, как вы думаете, что это? Ни с кем он не советовался, он был сам с усам, потому что великий полководец, все подчинялось ему, полмира. И он решает уйти, и ушел. И буквально через несколько лет, когда ушел, там были битвы еще, он там погиб. Все. Вот так вот, все закончилось. То есть Россия, наша страна, оказалась спасенная, вот, милостью Божией. Но покаялись, хорошо. Но дальше-то продолжайте каяться тоже. Нет, опять пошли междуусобицы, один князь над другим превозносится, опять, монгола-татар вроде нету, опять татары возникли. Давайте дань платить. Опять пришлось объединяться. То есть, на фоне чего было объединение России-то? На фоне воин. А так бы друг дружку били до сих пор. Князь с князем не могли сойтись. Владимир против Суздали, Суздаль против Рязани, Рязань против Москвы, эти против Киева, и там друг дружку долбят. А все братья, от Мономаха, куча там у него детей, этих 20 человек, каждому дал по городу, и они друг дружки на сыквасят, эти братья. Православные. Ну, где покаяние, скажите мне? Чудо в том, что во всей этой галиматье, во всей этой междоусобице, этой братоубийственной войне, Россия дожила еще до 19-20 века. Ну, и тогда уж, Господь, вообще, ну, управы нету. Управы никакой. И тогда уже пришла расплата. И то, надоумил царя Господь, думает, как бы так это сделать, чтобы это так ласково сошло. И царь сам отрекается от престола. От своей власти, которая, кстати, не от Бога. Царская власть не от Бога. Помните, как пришла царская власть? При Самуиле, пророке. Была власть судей. Самуил был у власти. И он давал советы от Бога, пророческие. Но народ вдруг, почему-то, рядом увидали там, как филистимляне живут, то ли там так хорошо жили филистимляне. Мы хотим царя. А почему? Это называется своеволие. Помните, читали сегодня, ничто для человека нету прекрасней и сладостней для души, чем своя воля. Ничего нету. Человек вот только начинает подрастать, ему нужно уже, вот сейчас спроси, ты большая или маленькая? Четыре. Ну ты большая, да, уже? Да, она большая. Лиза, тебе сколько? Двадцать первый? Двадцать. Двадцать. Ты большая? Взрослая. Средняя. Средняя. Она знает, как правильно уже отвечать, потому что верующая. Она должна была ответить, тоже большая. Любой бы ответил, конечно, большая. То есть, это и четыре большая, это и двадцать большая. Спроси меня, ты большой? Ну, конечно, большой. Тоже большой. То есть, маленьких никогда нету. А почему? Это воля. Внутри, вот, что? У меня бабушка была, она уже все, уже просто лежит с клюкой, там не встает, уже нога у нее такая, пухла все, рожа. Бабушка, мы тебя будем возить в Красноярск, надо там те лечения. Никуда не уйду, я тут хозяйка. Она большая. Она уже все, в могилу одной ногой. Натурально. Нет, она большая. Я хочу быть хозяйкой. Почему? Своя воля. Человек каждый, я не говорю, что это плохо. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, Господь говорит, твоя воля должна стать моей волей. И тогда ты возьмешь крест свой, отречешься себя, то есть, отрекся себя, взял волю Христа. Возьмешь свой крест, не крест Христов. У Христа такой крест, ни одна вселенная не потянет этот крест. Не сможем мы потянуть его. Вот и все. Силы той нету. Возьмешь свой крест и тогда последуешь за Христом. И тогда ты пойдешь за Христом. Когда у тебя будет воля Христа, крест свой, и иди за Христом. Ну а они, как говорится, берут как люди, как обычно, не отрекаются от своей воли, не берут креста, а следуют за Христом. Вы видите, какая галиматета в голове. И вот мы сейчас рассказываем о потеряевке, о молодом этом человеке, который Игнат Тихонычу сказал об этом. А я хочу вот так вот идти. Без креста своего, а вот за Христом я иду. Ну по-своему. Вы-то уж старые, это все прошло, бы ее поросло. Все священники молодые сейчас так и говорят. Дают руку бабушке какую-нибудь целовать. Ему там 18 лет. На, бабка, целую руку. Поцеловала. Че так слабо? Поцеловала, слюней мало. Ну-ка еще, пробуем. Умные они, они все знают. А ты че канун-то не исполняешь? Тебе в 30 лет только можно священникам. А ты кто такой? А ты кто такой? Я семинарию закончил. Вот его выучили для этого, семинаристы. Попался. Чтобы уметь разговаривать со взрослыми. Да вы кто такие? Вы уж астар первый, ничего не знаете в этой жизни. Я большой, я большой. Вот ты небольшой, у тебя воля, у тебя самость большая просто. У тебя твоя воля, которую нужно было давно подчинить Христу. И написано, и последние станут первыми, а первые последними. Вот ты считаешь, что ты раб чей-то. Раб. Это плохо? Ну, конечно, плохо. Так ты стань рабом Христовым, а раб это последний. И тогда ты станешь слугой над собой. Хозяином над собой. А если ты не будешь рабом Христа, никогда не будешь Хозяином над собой. Ты не поймешь, как правильно жить. Тебе Господь не даст этих сил просто и все. А почему не даст? Не потому, что он жадный Христос. Он как раз все благое. Он тебе все даст, потому что ты сам не захочешь принять этого. А почему? И жизнь тебе не понравится, и поясок-то плохой, и бороду-то нужно подравнять. Куда я не приду все? У вас борода неплохая, подравняйте только. И бороду подравнять надо, и платочек-то, что ты под булавочницей, и там вы что, такие длинные юбки-то споткнетесь. Все не так будет. И небо-то, ой, какое небо такое. Ух ты, тут у вас плохое небо. Вот выйду от вас, пойду в Московскую Патриархию, пойду там куда-то еще там, и там оно лучше. Там солнце такое сияет. Это мальчик пишет в лагере. Пишет письмо родителям, и там написано здесь все очень серое и скучное, и плохое. Солнце здесь какое-то неяркое, небо не голубое, какое-то серое. Вот как у человека что. А я вспоминаю, когда я первый раз попал на службу, еще в Рояхе Татьяне молились, в трехкомнатной квартире. Народу было забито, ну, в зале, в зале, что такое в зале, в квартире. Вот так вот стояли. Кланяться только вот. Вот так вот кланялись друг перед другом. Если кто-то, извините, воздух испортил, то очень тяжело. Поэтому и нативность предупреждает. Вы, говорит, перед службой вечером то не ешьте хоть, а. Ну, перестаньте этим заниматься, то видите, как тут тяжело. И я, когда услышал честнейшую херувим, у меня вот так все стало такое светло-розовое вокруг. Я даже не знаю, почему. И я сначала подумал, что-то у меня с глазами. Потер глаза. И поют, и такое пение, как ангельское. Вот до такой степени преобразилось все. Я не знаю, это Господь так сделал. Я ничего не говорю, что у меня болезнь какая-то, или какая эйфория. Я все прекрасно понимал, и пел тоже, и все слова я понимаю, перевод их, о чем они говорят. Но вот так вот Господь преображает все это. И говорит, запах божественный на жизнь, и запах смертоносный на смерть. И когда вы разговариваете с человеком, вы должны чувствовать, когда вы говорите с ним, он вам отвечает, вы должны чувствовать его запах, этого человека. Чего ему не хватает? Или он смерти вкусил, или он тебе говорит божественные слова. Вот очень сложно с сектантами говорить, очень легко с православными. Они как рот откроют. Хоть святых, вы говорите, выноси. С сектантами начинаешь говорить. Такая вот сначала радость, они начинают тебе местами писания, и столько тебе мест писания приводят. Я думаю, ой-ой, хорошо, что мои братья и сестры-то не знают, что я вообще ребенок перед ними. Но только дойдет дело до толкования, и сразу чувствуешь, да, и здесь повреждено тоже тление. И когда вот приезжают только братья наши на крещение, вот приехали, я говорю, Игнать Игнатьевич, ну почему вы так вот людям спокойно, они откуда-то приезжают, и вы им даете, ну, на крещение, добро, и так далее. А вот сейчас приехали они, братья и сестры наши, с разных стран, за десятки тысяч километров, не побоюсь этого слова. И что? И я с ними познакомился, побеседовал, и я понял все. Почему? Он, это верующий человек с тобой разговаривает. А они не наши, вообще они у нас на занятиях не были, но они правда были на занятиях в скайпе, Сергей Павлович ведет, Пупков Сергей Павлович, у него так это, скайп он написан, видите, скайп, Пупков Сергей один. И вот так вот они, и все вот, кто там были, практически все они были на занятиях, А кто не был, тех и нету с нами. Двое не были. И двое их нету. Они прям противились быть в общине, противились. На занятиях никогда не были нигде. И все, их так и нету. А кто был на занятиях, просто, ну это какой-то феерия радости просто. Жизни. Все так радовались. И потом Вячеслав оставил, Семенов, составил такой ролик, большой довольно-таки, на час с лишним, на полтора. И он рассказывал о том, как он был в Потеряевке, как там встретили братья, как он все это прочувствовал. Вот то, что там как обстановка, то, что как принимали у них их веру, как там рассказывал каждый. Это просто ему очень... Не просто понравилось. Он говорит, так и должно быть всегда. Видно, что люди к тебе неравнодушны, что они подскажут, если что, ну помогут разъяснить что-то. И главное, веру-то видно. Вот в чем дело. Вот Людмила Степановна у нас там была. Они вот настолько любили Слово Божье, что даже мы... И что им говорить? Они тебе что-то говорят. Они что-то такое. И думаешь, да. Мы пришли, а они впереди нас уже стоят. Они впереди. Мы по два... Вот у меня 25 лет, а они стоят впереди меня. Вот все доедино, кто были. У нас-то, Игнат Тихонович, есть поддержка общими ценами. А они-то одни... Да, у нас-то посадили и учили много лет. Вот я ходила на занятия, прямо не впереди, а сколько лет. А их не учили, а они впереди нас встали. Вот почему такое... Не совсем не учили. Ну, как бы, Игнат Тихонович, они беседовали часто. Ну, да, конечно, мало. А нас сколько положили сил-то, Игнат Тихонович. Но, однако, я теперь понял, почему. Потому что ты чувствуешь, что это люди на жизнь уверовали. На жизнь. Вот благоухание жизни. И прямо расставаться неохота. Вот Сергий, этот отец Вячеслава. Какие стихи. Стихи перед крещением, в пути он написал стихотворение. Он говорит, я раньше не писал. Но он говорит, открылось во мне, я начал писать. И, главное, ничего не найдешь там, чтобы еретическое было, или такое, какое-то, ну, псевдо-верующего человека. Чувствуются, какие переживания. Что рождение свыше приходит к человеку. И пришло. Иван Глятмарка, 1, глава, 3, 4 стихи. Глаз лопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Толкование. Иоанново крещение не имело отпущения грехов, а вводило для людей одно покаяние. Но как же Марк говорит здесь, для отпущения грехов, крещения, казалось бы, противоречие. На это отвечает, что Иоанн проповедовал крещение в покаянии. А это, подчеркнуто дальше, жирным, проповедь Иоанна. К чему вела? К покаянию. К принятию. Ну? Нет. Вот, крещение для отпущения грехов. Так? Так. Но Иоанново крещение не было для отпущения грехов. Оно было для покаяния. Проповедь. Проповедь была для покаяния. А вот после покаяния, крещения. А крещение к чему ввел? Уже к отпущению грехов. Поэтому, когда говорят, что проповедь Иоанна ввела к отпущению грехов, все логично. Потому что без покаяния нет отпущения греков. Проповедь Иоанна вела к покаянию. Но отпущения греков в Иоанновом крещении не было. Понятно теперь? Оно произойдет в дальнейшем. Нужно было еще принять Христа. Чтобы истина покаяться, можно только через принятие Христа. Истина покаяться невозможно. И поэтому это все вело к принятию слов Христа. Поэтому написано, начало Евангелия Иисуса Христа. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И когда это сказал Христос, ты должен уверовать. А кто это говорил? Так это же Иоанн Христитель нам говорил, что придет тот, и он скажет. И вот это будет как огненный меч. Как сожжение будет. И тогда будет истинное покаяние. То есть принять Христа. Слова Христа нужны. А эта проповедь, как Иоанна, к чему вела? К отпущению грехов. То есть, к окрещению Христову. Которая заключала уже в себе и отпущение грехов. То есть Иоанн приготовил сердца людей, вот этих вот ветхозаветных тогда, которые в ветхий завет неправильно понимали. Почему? Потому что они Христа не приняли как Бога. Хотя ветхий завет указывал прямо на Христа. И поэтому у них и не было. Они пришли, а он им говорит, порождение хитнины. Меня вот этот стих сильно задел. Так я же змея, если я пришел креститься, кто это? Да я змея в храм Божий притащился. Покаяния не было во мне. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? То есть, они как бы думали, мы сейчас вот у нас, у нас же все вот моченые, они вот, у меня пока крещеные, а верующие-то, ну как? В храм ходишь, ну как? Сразу лукался какой-то, а посты соблюдаешь, ну как? Да я всегда пачусь, я вообще ничего не... Молочком сейчас с водой, мяса нету, колбасы все там, там один этот бумага туалетная, начинают придумывать. В тушенке там один крахмал. Вот сейчас недавно разговаривал, в поликлинике сидел с женщинами. Ну, давайте, вот смотрите. Когда мы говорим, например, что такой-то пришед перед царем, повелевая приготовить пищу для царя, то разумеем, что исполняющие это повеление бывают облагодетельствованы царем. Так и здесь. Престеча проповедовал крещение покаяния для того, чтобы люди, покаявшись и принявшие Христа, получили оставление грехов. То есть, в крещении Иоанновом, еще раз повторюсь, отпущения грехов не было, было покаяние, а вот покаяние приводило к окрещению Христову. Потом они должны были заново крещение принимать. Вопрос, я так понимаю. Сейчас, сейчас, еще комментарий, еще маленький, на то, что у Пифилак говорит, что проповедь вела к окрещению Христову. Соблюдая абсолютно везде, сегодня абсолютно везде, упор делается на необходимость крещения. Но происходит оно без всякой подготовки. Пифилак же четко показывает, что проповедь идет и к отпущению грехов, и к окрещению Христову. Да, действительно, трудно подходит. Сразу пишут, ты крещеный, надо тебе покреститься. А то, что проповедь идет к отпущению грехов, к покаянию. То есть, люди принимают крещение, но истинного покаяния они нет. Они как жили во грехах, так и продолжают жить во грехах. И священники им говорят, ну, чаще исповедуйтесь, чаще прочищайтесь. То есть, грешите, вы, главное, эти грехи пересказывайте нам почаще, и свечечки покупайте, и вам хорошо, и нам хорошо. Слепой ведет слепого, не упали, упадут в яму. А как нужно было? А Иоанн как? По рождении Хиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния. А, плоды еще какие-то. Надо что-то делать. Надо дела милосердия делать еще. Масло, илеп, и притча о девах. Пять разумных, пять неразумных. Светильники погасли. Добрых дел нету. То есть, вера на действие не перешла. То есть, вера без дел мертва. И вот такой мертвой верой заражены, как пять людей. Не церковь, а скотом могильник. И говорит, я пришел к погибшим овцам Израиля. Они уже духовно все мертвые. Их не реставрируют. Надо их воскрешать. Рождение свыше. О чем все время говорит, Игорь Михайлович. Я дополнить хочу. То есть, когда он говорит о ехидинах, он говорит, там написано, пришли книжники и фарисеи. Он не к народу сказал. Он это говорит именно к книжникам и фарисеям. То есть, к тем, кто сейчас называют себя богословами и священнослужителями. Монашествующими и так далее. Это он к ним говорит слова эти, как бы сейчас. А народ-то, Иоанн Креститель учил. Почему? Ну, простой народ, у него нету того гонора. Вот такой воли, такой своей воли, такого нету у народа. Почему? Ну, потому что простой человек, рядовой. Как отвечают обычно там? Кто такой? Рядовой Иванов. Ну, рядовой там. Такая-то часть там все. А если полковник он? Ты что, не видишь, кто перед тобой? Никогда не скажешь, что он полковник такой-то. Почему? Да там капитанишка стоит он. Ты что, не видишь, полковник? В 41-м это было такое, когда выходили из окружения. А у него знаков различия нету. И он все равно. Ты что, не видишь? Он уже все. Он уже здесь. Еще подожди, ты под немецкой оккупацией. Это всего лишь люди, тоже окруженцы. Тебя спрашивают конкретно. У него форма есть, документы. Ты все спрятал свое. Отвечай. Нет, уже все, воля пошла. А, уже ему надо командовать. Так. И, а, ты не видишь, вот у нас здесь был священник. Ну, Лена сказала, а меня не так крестили. А крещение началось. Вон, у нас все правильно. У нас там. Она говорит, а меня не так крестили. Я пришла, меня помочили просто. Я деньги заплатил. И все, так он. Что? Вы что, разрешаете здесь разговаривать с женщинами? Представляю, как там матушка командует дома. Вы разрешаете? Я думал, Игнатий Тихонович, у вас тут все строго. А вы разрешаете женщинам тут командовать? И такой, поглядите. Распахивает вот так. А у него черное такое. На нем был черный плащ. Сверху. Он вот так его распахивает. А он под низом весь отороченный, алый такой. Как флаг. И вот здесь у него медаль висит. Медаль. Подбейте. Я что, зря это получаю, что ли? Я думал, у меня за него стыдно стало. Я думаю, господи помилуй. И что такого великого тут? Женщина тебе правду сказала. Ты скажи, да, есть это в нашей церкви. Нет, нужно тут же защищаться, вылезти. Это вот они, ехидны, которые бегут. И кто, говорит, внушил вам? Да кто отец? Сатана, нужно было ответить, как сказать. Наш отец Сатана, а не. Как ты так смеешь говорить? Наш отец Иегова. Да какой Иегова? Христос сказал потом дальше, кто они. А народ, Иоанн Креститель учил. Он учил. Они прикабили, каялись. И когда пришел Христос, он им все агнец Божий говорит. От народа, понимаешь, в чем дело? Поэтому тут надо как бы немножко поделить тоже. Народ он любил. А их любил, вот, как грушу трес их. Потому что у них такое было гордыня. Ее невозможно по-другому было сломать. И поэтому он и поплатился за это. Его убили. Вопрос хотел задать. Крестил Иоанн Креститель. Крестили ученики Христовые. То есть погружали в воду. А сам-то Христос. Христово крещение, Христово крещение. Сам-то Христос крестил? Несколько человек крестил. А кого крестил? Где это написано? Написание не скажу. Я тоже не скажу. Я тоже так же не знаю, как вы. Крестил в мире. Кого? Ну-ка, а кого он крестил? А почему он не мог крестить? Почему Христос не мог никого крестить? Называется Христово крещение. А Христос все крещение передал ученикам. Мы будем тут читать. Макфея 28 глава. Идите, научите крестяй их во имя Отца и Сына. А до этого-то он им не говорил крестите. Почему? Они не получили Духа Святаго. Дух Святой еще не сошел на них. Они не были в полноте обличены силой Божией. Благодати не было на них. Чтобы они приняли прям все это власть от Христа духовную над народом. И стали слугами для народа. Последними. То есть они должны были трудиться и трудиться. Апостол Павел, он когда перечислял в гонениях был от лжебратьев, от еретиков был в гонении. От просто разбойников. Тонул, били палками, умирал и так далее. Он же не говорит, что видите, это все плохо. Господи, ну за что ты мне столько дал? Он просто это перечисляет для того, чтобы показать, что он не меньший апостол. Он тоже пострадавший за Христа. И все, больше ничего не показывает он. И все это он претерпевал, потому что сила Божья была. Силой. Он был облечен уже этой силой. А тогда этой силы не было. Дух Святой не сошел еще. Поэтому крестить Христос не мог. И когда мы читаем, что... Когда приходят и говорят, вон тот, которого ты обозначил нам, как Агница Божия, он крестит. И написано, я думаю, хотя крестил не он, а ученики его. А как они крестили ученики? Точно так же, как и он креститель рассказывали. Это крещение было только для того, чтобы люди пришли. А мытье в воде их не давало им ничего, кроме подготовки к принятию слов Христа о покаянии истинном. И потом уже, чтобы они крестились. Потом, чтобы крестились истинно уже. То есть это было омытие для того, так же для приготовления к покаянию во Христе. Поэтому, есть три рода крещения. Крещение крестителя и пророка Иоанна Крестителя. Крещение учеников Господних. То же самое. И крещение Христово истинное. Три крещения. Еще есть крещение, огненное крещение, кровью называется. Когда человек уверовал во Христа, его казнили. Все, не было ни капли на нем воды, ничего. Но он верой своей и пролитием крови доказал то, что он крещеный уже. То есть, как и так можно? Ну, вот так тоже, да. Вот первые века так можно. Может быть, и сейчас кто-то так сможет. Не знаю. Не могу привести, только могу привести примеры до принятия государственную религию православия. То есть, когда мученики были с первого века. Первый, второй век, третий век. Тогда там было такое. А потом дальше уже, ну там при мусульманах, ну и то уже. Это конкретных примеров, что именно некрещеный человек был усечен. Там или замучен. И как бы крещение обменилось ему. Вера эта в крещение. Кровь. Да, и кровь пролитая. Ну, у нас просто нету таких примеров. Тогда уже начали крестить всех. Особенно вот тут о детстве разговоры идут. Когда вот ребенка крестить, не крестить. В младенчестве и так далее. Вот у нас все, допустим, крещеные в младенчестве. Они даже вот сейчас и не встанут. Только если будут кого-то крестами, тогда увидят, как их крестили. Ну или видели уже. Маленькие, когда держат их на руках. Вот такие вы все были. Мы-то вас всех вот. Кого-то я самого держал на руках. Вот такие маленькие. Символ веры читал вот за Тарасей. За вас тоже кто-то читал символ веры. А за тебя они читали, наверное, бедные. Почему? Почему-то. Ой, как ты говорила в ее крестах. Татьяна Галя? Он же гуляет на крестах. Она читала, значит. Да, она тоже читала. Как и читала. Ну и слава богу, значит, молодечек ты. Повезло. Да, прямо с самого нормального. Да, вот это все, конечно, трогательно. Вот когда маленькие, все, ты читаешь, а потом они начинают маленькие подрастать. И, ну, я пока что среди вот наших детей, ну, не так, они когда, там, допустим, Ленины были, они ушли. Таня ушла, Маша, они просто ушли, ничего тут не перечили. Ну, то есть, чтобы перечили там что-то там, такого я, слава богу, не знаю. Господь нас от этого упасает. Я думаю, потому что мы сами имеем это покаяние, вот, то есть, мы постарались свою волю далеко-далеко убрать, чтобы была воля Христова. И Господь, видать, видит это и дает нам также такое общение с детьми. Я уже тут, ну, сколько с ними вот беседую, сколько там считают, что я там ошибки допускаю, когда детям что-то говорю. Чересчук там, как со взрослыми. Ну, я говорю, я отвечу, как, такая, фильм есть, называется «Обратной дороги нет». Может быть, видели, там Алялин играет. И вон, там они везут обоз для того, чтобы освободить лагерь. А там предатель в отряде. И они посылают два обоза. Один обоз с оружием настоящий уходит тайно. А вначале уходит обоз, там камни один. Но все говорят, что это идет оружие, там все. И этот предатель именно в этом обозе едет. И в конечном итоге предатель себя выявляет. И они посылают в окружении немцев, потому что им надо стянуть же немцев, чтобы обоз-то дальше ушел от отца уже. И он тогда рассказывает всю правду, что у них тут не оружие, у них просто камни. А там людей восемь человек. И один там подходит и говорит, ты, камень, ты дурак что ли? Ты зачем им всю правду рассказал? Представляешь, ну кто за камни умирать будет? Вот за оружие вы там, что оружие там, помочь людям там своим, советским, русским. Это понятно. А тут камни будут вести. Да они бросят тебя при первом, при первом же, это, в первом бою. Он говорит, а я, говорит, хочу так, чтобы эти люди, если есть какая-то маленькая возможность сказать правду, чтобы они знали всю правду. И за то, что я им рассказал всю правду, и они знают всю истину, они со мной пойдут до конца. Так и случилось. То есть человеку охота знать всю правду. И вот это Христос только дает силой Божией. И когда ты знаешь всю правду, тебе легче идти. Почему? Потому что тебе доверяют. Помните, как этот, преображенский-то с Барменталем, опять Шарикова обращали в операцию. Подходят, дверь запирают. И это, Дарья Михайловна подбежала. Дарья Михайловна, мы запираем дверь. Это не потому, что мы вам не доверяем, а потому, что вдруг случайно подойдете, откроете. А мы тут завито очень важным делом. И это, Таня-то подбегает, это завито. Яна, Таня, это не потому, что они не доверяют. Это потому, что мы можем случайно... Зина, да, Зина. Зина, это не потому, что не доверяют. Печку его. И поэтому Христос, Он нам полностью все доверил. Через апостол все нам передал. И когда мы читаем Евангелие, изучаем его в толковании, знаем примеры настоящих пастырей жизни. Как они душу свою клали. И когда мы начинаем встречаться с нашими пастырями, просто вот этот разительный контраст. То есть сравнение сегодняшних пастырей и то, что должно быть, он просто до такой степени не в пользу сегодняшних пастырей. И как Игнатий Иванович сказал, они здесь сотворили просто царство попов на земле, пытаются построить. А люди, люди, братья ваши, Христос об этом говорит, не называйте никого отцами вашими, потому что у вас отец один. А все вы братья, все вы. Он не сказал, подожди, а там священники в скобках, они вам не братья, а ваши учителя, наставники, отцы. Нет. Он сказал, учителями не называйтесь, отцами не называйтесь. И написано, а эти, которые вас предают, расширяют паст крылья одежд. Вчера паст смотрю, всеношное бдение. Включил немного, помолиться. Вот с такими вот стоят. Потом, эти налобные повязки увеличивают. Тут эти законы у них были, заповеди в таких коробках. Вот такие шляпы. У них были небольшие шляпы, сейчас уже вот такущие шляпы сделали себе. Ну эти, священнослужители. Это что, специально что ли делается все? Отцами не называйтесь они. Каждый друг дружку. Отец Олег, отец Ануфрий, отец там Серапион. Все. Ну можно было хоть немножко это смотреть, ну в Евангелии, а. Хоть с каким-то придыханием это. Жаль, что я тебя так называю. Отец Серапион. А сам думаешь, какой ты отец? Один же у нас отец, Христос на небе. И воскрыли. Видели какие? Вот такие. Как они работать это будут? Никогда не будут работать. Будут только сидеть. Евангелие от Марка, 1 глава, 5 и 6 стихи. И выходили к нему вся страна иудейская. И иерусалимляне. И крестились от него в реке Иордань. Исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс, кожаный на чреслах своих. И ел акриды и дикий мед. Что это, Ваня? Мы уже говорили об этом в Евангелии от Матфея. А теперь же скажем только о том, что там опущено. Именно что иоанновая одежда была знамением сетования. И пророк показывал таким образом, что кающемуся должно плакать, так как вретище обыкновенно служит знаком платья. Кожаный же пояс означал омертвелость иудейского народа. Равно пища Иоаннова, указывая здесь, конечно, на воздержание, была вместе и образом духовной пищи тогдашних иудеев, которые не ели чистых небесных. Которые не ели птиц чистых небесных, то есть не помышляли ни о чем высоком, а питались только словом возвышенным и направленным в горе. Но опять ударяющим долу, ибо саранча, акриды, есть такое насекомое, которое прыгает вверх, а потом опять падает на землю. Равным образом народ ел и мед, производимый пчелами, то есть пророками, но он оставался у него без ухода и не был умножаем углублением и правильным разумением. Хотя евреи думали, что они разумеют и постигают Писание. Они имели Писание, как бы некоторые мед, но не трудились над ними и не исследовали их комментарий. Опять же, что не разумеют Писание. Был этот мед, но мед диким, неухоженным оставался. Пчелки-то как они трудились? Потому что можно уникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно. И так себя спасешь и слушающих тебя. Они этим не занимались. Забросили где-то там, в углу валялись свитки, потом как-то так обнаружили. Даже не в углу, а там в ящике под деньгами. Комментарь еще один небольшой. Игнатия Тихоновича Лапкина. На то, что Фифилат говорит, что они разумеют и постигают Писание. Так еще раз о Писании. Эти последние слова Блаженного Толкователя сказаны прямо о православных. Какими они были во все века. Запад не породил и сотой доли ереси, как православный Восток. И вся причина только в том, что не вкушали мед Писания и не трудились над исследованием Библии. Но искали ответа прямо от Господа. Не искали ответ прямо от Господа в Слове Божьем. Как в древнем Израиле Слово Божие было утеряно. И только случайно нашли его сборщики денег глубоко в ящики под слоем мусора. Так и у нас Слово Божие скрыто под человеческими вымыслами. А народ оставлен блуждать и не подготовлены подходить к лже-крещению или совсем уходить в ереси. Вторая книга Паррюпоменон, 34 глава, 14 стих. Цитата. Когда вынимали они серебро, пронесенное в дом Господень, тогда Хелки, освященник, нашел книгу закона Господня. Кто-то звонит, закройте дверь. После умер. Данную рукой Моисея. А что он не кушал, уходил? Ну он уехал раньше, мед повез. У кого машины были, повезли ему мед в 10 банков. Медом попитается. Вот, диким акридом и диким медом. А я думаю, что будет там. Да нет, нет. Он не вернется, конечно. Это как? От меда куда? Ну от меда куда-то вернется. Ну, как меда поел, потом на приборах, говорит, и животик, чтобы мед опять вытопился, опять его туда. И так круговорот меда приводит. Ну, уже слаще меда, но в это надо поверить. Да, это точно. Вкусить сладость, когда он говорится. Ты должен душу свою открыть. Тогда ты не будешь мертвецом. А так мертвый, что поглощает этот мед, да и все. Эфедроном все выходит. Любовь Николаевна приехала. В смысле? Откуда она приехала? А, в Хрустовск, наверное. Евангелие от Марка, 1 глава, 9-11 стих. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Толкование. Не за отпущением грехов Иисус приходил к крещению. Ибо греха Он не сотворил. Равно и не для получения Духа Святого. Ибо как могло Иоанново крещение даровать Духа, когда оно не очищало грехов, как я сказал. И не для покаяния идет Он креститься по Иолику. Он был больше самого крестителя. Матфея 11, 11. Без сомнения. Для того приходит, чтобы Иоанн объявил о нем народу. Так как многие стеклись туда, то благоволили прийти, чтобы засвидетельствовать пред многими, кто Он. А вместе для того, чтобы исполнить всякую правду. То есть все заповеди закона. Так как послушание крестящему пророку, как посланному от Бога, было так же заповедью, то Христос исполняет и сию заповедь. Дух сходит не потому, чтобы Христос имел нужду в этом. Ибо по существу Он в нем пребывает. Но чтобы ты знал, что и на тебя при крещении сходит Дух Святый. При сошествии Святого Духа тотчас изречено и свидетельство. Так как Отец говорил свыше, сей есть Сын Мой, то чтобы слышавшие не подумали, что Он говорит об Иоанне, сходит на Иисуса Дух, показывая, что это сказано о Нем, о Христе. Небеса же отверзаются и нам, когда мы крещаемся. Вся последняя небеса отверзаются и Батюшка всякий раз, когда у нас крещение в потерянке проходит, с утра тучки, 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 а потом в это крещение сразу раз, как бы небеса открываются и солнышко такое, как будто Господь видимым образом показывает, что я с вами, я пребываю, я благоволю нас всем Таинством. Вопрос можно задать? А я на крестителя, кто крестил? Что-то совсем никто, его обрезали. Правильно говорит Харьер? Да, это заветное крещение, обрезание было прообразом нового заветного крещения. А почему мы видим, что его никто не крестил? Какие слова Священного Писания говорят об этом? Ну вот сейчас мы прочитали. Они же говорят об этом. Он, Христос говорит, мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Правильно? И Христос что ему говорит? Что нам надлежит исполнить всякую правду. Всякую правду. То есть какая правда? То есть он крестится руками Иоанна Крестителя, как пророк Божий. Как вот пророк Божий. Да. Они бы друг другу что-то покрестили, как вот батюшка подходит там и друг другу руку поцелует. И он этому, ну видели как священники когда? Ну друг другу поцеловали там руки и все хорошо. Он бы раз, и откреститель раз его, и Христос его раз, и все нормально все. Нет. Правда-то оказалась выше. То есть Христос намеренно перед людьми, перед народом, перед нами ставит себя ниже пророка. Он мог быть ниже пророка, да никак не мог. Нет. Он сам себя поставил ниже, чтобы исполнить всякую правду. Он человек, во-первых, только без греха. И пришел показать нам, как нам нужно идти по жизни. То есть должен быть человек от Бога, как пророк и он креститель. Это значит рукоположенные по череде своей епископы или священнослужители. И мы должны подойти под их длань и должны втроекратно погрузиться в воды. Полностью скрыть себя для греха. И воскреснуть до жизни новой, вечной. Это и есть воскресение. Жизнь вечная. Первое написано. Это и есть воскресение первое. А у кого-то будет только одно второе воскресение, а первого нету. И те пойдут куда? В смерть вечную. Об этом апостол Павел подробно описывает, как это все будет. И мы должны с вами воскреснуть два раза. Первый раз мы воскреснем для жизни новой, духовной. А второй раз, когда придет Христос и воскресит для жизни вечной. Интересно, вот Иоанн Креститель же, его же усекли, вот он великий, он самый величайший пророк считается. Потому что он был на грани Ветхого и Нового Завета. Он как бы новозаветный пророк получается. Вот даже как. Не Ветхозаветный, а Новозаветный пророк. Потому что он встретился с Новым Заветом, Христом. И все исполнял так, как он сказал, притеча. И Господь, а Господь пошлет перед собой, притечами, перед вторым пришествием, Еноха и Илью. Тех, которые не вкусили еще смерти. Как Господь все вымеряет. Не Моисея, не Аарона, а именно Еноха и Илью. Продолжим. Евангелие от Марка, 1 глава, 12-13 стихи. Немедленно после того, Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. И ангелы служили ему. Толкование. Научая нас не унывать, когда после крещения впадаем в искушение, Господь уходит в гору на искушение. Или лучше не уходит, а отводится Духом Святым, показывая через то, что и мы не должны сами выргаться в искушение. Но принимать их, когда они постигают нас. А в гору ходит для того, чтобы по причине пустынности места дьявол возымел дерзость и мог приступить к нему. Ибо он обыкновенно нападает тогда, когда видит, что мы Айдани. Место искушения было до того дико, что там во множестве водились звери. Ангелы стали служить ему уже и после того, как он победил искусителя. Я вот дрессировщик, мне вот это вот, внимание падает, что звери там были, во Христос еще дикие звери, хищники там были, травоядные. Ну, травоядные там может быть тоже были, но хищники это точно. И ангелы служили ему. Ну, это никто не видел, это... Там Духом Святым написано. Там Христа никто в этой пустыне не видел. И сатану никто не видел, как он его искушал. И вот в молитве «Отче наш» тоже сказано как раз про искушение. Мы всякий раз можем себе не веди на свое искушение. А здесь Дух сам его ведет для искушения. Что такое искушение? Искушение – это испытание веры, как вот я понимаю. То есть ты прошел, да, то есть ты как вот золото плавится, а в нем оно через огонь проходит, оно ярче становится, да? Конечно. А если солома через огонь проходит, ну, что там остается? Ничего не останется. То есть кто-то золото или солома или неревяшка, вот для этого и Господь. Драгоценный камень написано. Да, для этого тебя Господь и испытывает. И написано, что он тебе испытания, ну, такие человеку посылает, он же знает сердце, чтобы не свыше, чтобы ты не мог выдержать. То есть у тебя свободная воля есть, но эту волю может подавлять. Вот у зверей человеку свойственно подавлять волю. Есть такие там гипнотизеры, которым вот дано как-то силами там бесовки, подавлять волю другого человека. Ну да, становится как это. Как удар первых руководителей. Господь не такой. Он не удав перед кроликом. Он выше тебя, он не может тебя закапентализировать. Он тебя ровно настолько, чтобы ты мог с свободной волей перейти, выдержать эти испытания веры. Чтобы не свыше всех. Не все могут быть мучениками, не все могут быть исповедниками. Кстати, вот это вот то, что мы сейчас говорим, это относится именно к печати, к принятию печатей. То есть человек примет печать не под гипнозом, не уговаривать его кто-то там будет. Давай печать, знаешь, вот нормально, так я вот поставил, там так хорошо, прям мне легко стало. Видишь, как лоб светится, как будто золотой. Нет, ты сам должен принять, именно власть антихриста ты должен принять. И тогда там печать тебе поставят, или палец отрубят, или что там, нос подрежут. Это уже не влияет. Главное, что ты сам принес это. А сейчас как придумывают. Я зашел там в банк, я в банк зашел, там такой аппарат, положил туда голову, и мне раз, поставили печать. Нечаянно. Ну что, слушай. Или вот Роман нам тоже рассказывал об этом. Вот, вот, там такой аппарат. Ну я ходил там, заграничный паспорт, да, там стоит у них. Это видео, сразу видео. И она тут же, так, это, сиди спокойно, все. Чик, тут же меня сфотографировал, раз, и тут же паспорт, ну, выдают. То есть, все быстро. Ты меня уже сфотографировали, вот, это камера просто, и все. Ничего там нету в этом уже. Ну это вот и есть, это вот оно, печать тебе и поставит. До печати еще как до Пекина, на Карачках, и даже дальше. До Пекина ты дойдешь, а еще и печать это и не будет никакой. Это для контроля, потому что, так он антихрист сделает, чтобы он поверит, что мир и безопасность. Ну а куда, как ты сделаешь, потому что все, у тебя везде камеры, камеры, камеры будут. С одной стороны, брат, для контроля, а с другой стороны, святые говорят, что если у тебя будет когда печать от антихриста, на правой руке или на челе, то ты не сможешь совершить крестное знамение, понимаешь? Оно как бы кажется, что контроль, а на самом деле это и духовный контроль, то есть духовное подчинение, вот в чем дело будет. Как это будет? Я пока что не понимаю вообще. Там будет такое беспокаянное отречение, когда ты вот уже конкретно тебе скажут, ты открекаешься от Христа, докажи, подставляй лоб. То есть вот так же, как вот мы крещение принимаем Христово, то есть многие верующие, а многие же не крещеные, но они верят во Христа. Брат, не только открекаешься от Христа, может там будут люди, которые не христиане будут получать это, это будут какие-то и мусульмане. Ты, главное, должен принять антихриста, вот в чем дело. В слове антихрист и есть слово Христос, если он антихрист, то он против Христос, если так вот переводить. Ты против Христа, да, подставляй, вот, потому что он не просто антихрист, он антихрист, то есть Христос. Ты должен поклониться Ему как Богу, ты понимаешь, в чем смысл-то тут? Поклониться антихристу как Богу, то есть понятно, что для тебя Христос уже не Бог, не только там и будда уже там будет и все-все-все прочее. И помимо этого будет гонение и на христиан тоже, естественно. И проповедано сие Евангелие будет всем народом, то есть все услышат о Христе, я так понимаю. Нет, уже оно все есть, уже сейчас все слышат о Христе, о чем ты говоришь? Белый всадник, белый всадник, это первый всадник, который скачет. Это уже, толкование нам говорит, это уже проповедь прошла апостольская по всей земле, все. Ну и ты говоришь, что будут не только христиане там, а будут и мусульмане, но мусульмане же тоже... Нет, я не знаю, будут там мусульмане или нет, но я знаю, что разные другие народы тоже будут, которые не только христиане. Христиане это само собой, это понятно. Там даже будут и иудеи, которые не признали его за Бога, вот чем делают, за антихриста. И мусульмане, которые не признали, потому что всем будет дана возможность признать Христа за Бога. это так всем а остался он иудеем, мусульманином поэтому иудеи остаток и спасется что иудеи признают Христа Богом они поймут что Христос Иисус Христос пришел и он Бог действительно и признают массовое обращение иудеев будет ко Христу сейчас им скажи об этом они там не посмеются но скажут вы совсем с ума сошли то есть они в таком полуверующем состоянии не Христос, не Антихрист но когда придет Антихрист они остаток склонятся в сторону Христа и примут все таки как Бога сейчас они еще не верят во Христа не крещеные не христиане ну иудеи они вообще ненавидят Христа они даже имя его не произносят они знают о нем но есть же обращенные иудеи мессианские есть евреи но это мало это даже об этом что говорить-то это тоже как бы в остаток начинает входить нет, нет, еще ничего никто не начинает еще даже нету разговоров остаток во времена Антихриста да, это когда будет конкретно Антихрист три с полной года и вот тогда он же сядет до трех с половиной лет он не в последний день сядет когда его Христос убьет а он сядет когда возвестит себя Богом провозгласит и начнется его всемирное царство три с полной года вот с этого момента начнутся все гонения и вот тогда Христос говорит если бы ради избранных я не пришел то ни одна живая душа бы не спаслась в этом мире понимаешь он же будет зло выборочно не бывает он начнет всех пластать как сталинская мясорубка начали с богатых с царя и пошли офицерство богатые купцы попы и потом кулаки а кулаки это крестьяне которые там две коровы имели то даже их а потом дошли некого рубить нет обратная пошла мясорубка эти которые ошиблись которые в гражданскую войну там какие-то сделали огрехи и вот так всех позарубали и потом всех своих тех кто выиграл в гражданскую войну Тухачевского блюха и это Якира Убаревича всех к ногти упустили выборочно зло не бывает и дальше что началась война командный состав давай пластать потеряли 6 миллионов бойцов за полгода 6 миллионов бойцов потеряли ничего это тоже к этому относится ничего дезертиры пошли давай дезертиров всех под расстрел а потом уже слушай ну давай уже тогда штрафные батальоны делать война то затягивается ладно милость вам будете первые идти на минные поля первые идти на пулеметы будете и там под Вязьмой положили сколько под Ржевым и Вязьмой полтора миллиона это все там штрафники были всех туда Сталинградская битва тоже вот оно взлом вот оно дорубило и потом дальше только смерть Сталина прекратила эту мясорубку это будет антихрист такой же только он будет 3,5 года и все это будет значительно в больших масштабах значительно в больших масштабах вот так вот а уже все откатано вот смотри если хочешь знать как будет при антихристе смотри фильм Чекист все это будет что вы не видели его что видели все таки ну я начинала мне не понравилось не понравилось вам нет а что же вот это вот так и было кому нравится и мне тоже не понравилось это я как будто вернулась в свою жизнь такую когда еще маленькая была это плохо не видели Чекист не смотрели кто смотрел фильм Чекист а он только брат выдержал 15 минут и все а кто-то у нас был говорит я смотрел там говорит одни трупы трупы а что смотреть ну извините ну вот это фильм Чекист вот чем они занимались это всего лишь 18-19 года чтобы не раздевать чтобы это лишнее сразу людей головы заводят и расстреливают женщин бабушек стариков всех подряд ставят и в затылок тут же стреляют и прям за ноги и туда там уже машина стоит поднимает мясо и вот так грудами и музыка играет чтобы никто не слышал крики тут скотину то забиваешь жалко становится а так вот они сами все время на допинге все время подливают подливают колятся и потом побежал все с ума сошел вот так вот и вот это вот это вот и есть антихриста вот это же все будет только в более страшных размерах по всей земле он будет по всей земле но керам будет образ зверя который говорит и действует как сам зверь если ты не поклоняешься ему он будет убивать тебя каждый будет убивать написано а женщина которая домограницы блудница это город это тот город северный который пойдет на антихриста у антихриста в его царстве мы как привыкли что антихрист он плохой такой плохой сильный армагеддон война с кем будет он то плохой антихрист вроде Сталин тоже был плохой и Гитлер был плохой война между ними была так и здесь будет антихрист плохой и будет вот эта самая эта столица ну мы знаем что это Москва поэтому нам куда деваться некуда блудница на звере багряном это Москва это наше государство оно будет против антихриста так все к этому идет двуполярный мир двуполярный плюс-минус всегда есть одна враждебная сторона и другая и это до конца не останется только как бы получается что наша страна будет биться с антихристом она вроде хорошая но мы сегодня с детьми проходили я спрашиваю патриотизм что такое спрашивают Гитлер со Сталином кто из них молодец лучше никто почему никто Фрося отвечает потому что Сталин сам хотел первую напасть я говорю ну даже он не первый бы напал он не напал первую и первый бы напал и Гитлер бы что лапки поднял и все он бы тоже дрался со Сталином правильно и вот убийство это и говорит о том что ты не прав как только ты начинаешь другого человека убивать оскорблять ты уже не прав ты уже сатана антихрист с маленькой буквы понимаешь что наша страна будет не права что антихрист будет не прав просто антихрист победит ему дано по пророчеству победить вот и все и он загнобит этих трех царей победит их при битве Армагеддон в долине Дура недалеко от Иерусалима там будет поседло верблюда крови то есть там какая-то великая битва я только до сих пор не понимаю что ракетами не могут стрелять или как почему там-то будет это то ли ракет ни у кого не останется эй вот осторожней ты сейчас что-то сдвинешь ты сейчас заснешь упадешь и затылком ударишься камера опрокинется ты давай-ка сюда повернись и слушай что тебе говорят он вчера бедный трудился ну сейчас отдохнет сейчас приедет домой поспит выспится подожди немножко чуть-чуть осталось не засыпай неинтересно ему прочитать 15 минут осталось устали конечно вчера вчера в 11 вернулись ну да понятно картошка хоть хорошая 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 очень много набрали а здесь выводите Сережу возили по дверь за мешка сразу я же молюсь Господь его дарит вы молитесь я просто ну как бы не хочу никого нагнетать но фильм чекист посмотрите все-таки чтобы я не один это носил на себя пожалуйста посмотрите кто-нибудь лучше пусть один только смотрите его серьезно помолившись просто так не включайте вам просто плохо станет вы не поймете что вас требует дядя Игорь или брат Игорь или Игорь Владимирович скажет угол он что с ума суть сошел таким детям фильмы давать смотреть сказку я бы детям не советовал смотреть детям бы не советовал смотреть хотя он очень поучительный конечно Евангелие от Марка 1 глава 14-15 после же того как предан был Иоанн пришел Иисус в Галилею проповедуя Евангелие Царствие Божие и говоря что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие покайтесь и веруйте в Евангелие толкование услышав что Иоанн предан в темницу Иисус удаляется в Галилею дабы и нам показать что не должно самим вдаваться в искушение а избегать их когда же впадем терпеть Христос проповедует по-видимому одно и то же с Иоанном как то покайтесь и приблизилось Царствие Божие но на самом деле не одно и то же Иоанн говорит покайтесь с тем чтобы отклонить от грехов а Христос говорит покайтесь с тем чтобы отстали от буквы закона почему и присовокупил веруйте в Евангелие то есть уже ответ к новому завету потом будет учиться что новый завет в моей крови а не в букве закона который бывает веруйте в Евангелие и вот тот кто хочет веровать по Евангелию уже упразднил закон Господь сказывает что исполнилось время закона доселе говорит закон был в действии а от именно настает Царствие Божие жизнь по Евангелию эта жизнь справедливо представляется Царством Небесным ибо когда видишь что живущий по Евангелию ведет себя почти как бесплотный как не скажешь что он имеет уже Царство Небесное где нет ни пищи ни питья хотя оно кажется еще и далеко конечно мы едим и пьем но у нас есть посты воздержания и человек что заставляет человека допустим не есть и не пить по 4 по 5 это же понятно что нормально пойдет не пойдет никогда в жизни даже от мяса отказаться это практически невозможно в простом человеке должен быть внутренний подвиг решимости не хватает охота отказаться решимости не хватает так ну что же тут вопросы ну вот у меня значит что на чем акцент то есть Иисус узнает что Иоаннов в темнице он родственник вы знаете что Елизавета родственница была бы государственной любой родственник он бы там собрал бы народ и они бы как сегодня с плакатами встали свободу Иоанну нет этого власть римлян была жесткая власть и он со смирением с терпением ну посадили и посадили Игнатия Тихоневича тоже посадили друзья цветы кидают они все понимают какая власть была и ничего не сделаешь против течения казалось бы ничего не делаешь но и мне вот тоже как бы Иоанна посадили а он пошел проповедуя Евангелие как будто бы ничего такого не случилось но уже народ понимаете что был научен Иоанном и Христу нужно было продолжить его дело как бы Иоанн говорил о Христе и тут вот мне должно умоляться ему возрастать и вот посадили посадили так Богу было угодно чтобы одного и ну там есть еще маленький такой нюанс как бы маленький но может и не маленький дело все в том что ну как вам сказать как сейчас пишут там вот комментарии к этому разговору с этим братом который в потерявке против Игнатия Тихоновича там восстал и там под низом пишут ему что как вы смеете так разговаривать с человеком которого 40 тысяч подписчиков мы каждый из этих подписчиков любим Игнатия Тихоновича и желаем чтобы ты ответил на вопрос ты кто такой чтобы так разговаривать с человеком который вдвое там втрое старше тебя и что ты такого великого сделал то вот погляди вот что сделал то есть авторитет это очень великая вещь меня тут такие глаза делают так меня тут поливают почем зря почему нету никакого авторитета перед детьми у которых я занятия веду как бы какой немножко нет никто восстают почему это внутренняя охота Игнатия Тихоновича поставить так же точно но не могут почему авторитет такой а Дебунов он кто такой никакого авторитета Калиников приехал и первое что он мне сказал подошел ко мне вот так вот там потеряете и такой говорит ты для меня Дебунов вообще ничто вот никто ты понял вот Игнатия Тихоновича я люблю а ты просто шалупонь ты кто да ты подкаблучник ты там на меня сидит там все я смотрю Вячеслав там остановился этот Семенов посмотрел я сначала не понял а потом раз смотрю он такой тише воды ниже травы я говорю ох ты гляди он перековался покаялся что ли а потом оказывается этот Вячеслав который Семенов он ну какой-то типа спецназовец что ли ну какие-то в Сирии выполнял задания ну человек я его правда спросил ты убивал он говорит нет ты не убивал ну видать так по башке только бил а сильно не убивал ну это и он с этим они ехали на машине из Казани мимо Ломска этого этого Калиникова забрали и он говорит и потом это отец его Сергей говорит сынок там мой поговорил с Калини он послушал как он тебя тут поносит он говорит тебя сильно уважает он поговорил с ним я говорю а я себе приписываю думаю я такой молодец там поговорил с ним что-то рассказал и он покаялся оказывается там его уже ну что они сделают ты только на него еще что скажешь то есть понимаете авторитет и поэтому когда такой авторитет и Креститель Иоанн у которого куча подписчиков не 40 тысяч и не 400 тысяч у него может быть там 4 миллиона было подписчиков лайков лайков да они ему поставили когда приходили накреститься от него молодежь уже понимает о чем я говорю бульк лайк да бульк лайк бульк лайк есть и теперь представляешь Иоанн Креститель посылает ко Христу своих лучших учеников а у них там целые общины эти ученики они приходят и говорят Иоанн Креститель сидит ну теперь кто авторитет ну теперь эти старшие ученики и они говорят нас Иоанн Креститель посылает к этому которого он сказал что он арбис Божий помните к Иисусу этому у него там несколько учеников и посылает а что посылает он спрашивает его ты ли тот который должен прийти или другого нам ждать вы понимаете это что и они как наш великий пророк к этому непонятно у него ни авторитета ничего пришел и что вдруг 30 лет никто его не видел вы понимаете как придет Антихрист Антихрист так же как Христос придет никто его не знал и вдруг он раз откуда-то явится станет такие мудрые советы давать вы как только увидите такого мудрого человека как Путин откуда ни возьмись явился и все говорят Путин Антихрист ну это похоже да есть нечто такое ну потому что Путин еще ничего не выиграл и вот так же точно было и здесь как и это очень важно было понимаешь когда столько людей и они пошли за Христом другое дело что когда Христос начал говорить есть и тело моё пейте кровь мою и будет жизнь вечная они конечно отворотились от него это все ученики крестителя были они отворотились от него и остались только ученики 12 учеников именно Христовых те которые пришли по слову Божьему не за каким-то великим авторитетом о пророк пошли за ним все пошли гуськом а оказалось что он их вел 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 вот так завернул и привел ко Христу а им это не понравилось почему им нужно чтобы такой был авторитет вот такой чтобы вся иудея любила а Христу то не это надо было а нужно было чтобы человек изменился и покаялся и Иоанн Креститель то их к этому подводил а они вот так круг прошли пришли к Генесаретскому морю услышали эту пробоведь поворотились и обратно ушли куда там кто ушел непонятно понимаешь поэтому это тут говорит еще о том что авторитет Иоанна Крестителя распространил проповедь о Христе моментально по всей иудее почему говорят вся иудея вся иудея написана иерусалимляне стекались к Иоанну Крестителю креститься они были его учениками и когда пришел Христос Иоанн Креститель отослал к нему своих учеников это все быстро распространилось по всем весям долом и иудеи и тогда Христос приобрел великий вес в народе его там пророком провозгласили потом царем хотели там сделать когда чудеса выдели но они до конца так и не приняли его и написано пришел к своим и свои его не приняли по какой причине по причине того что он на чудесах не остановился он начал человека менять своими законами и все поняли подожди так это нам надо отречься себя взять крест и следовать не, не, это не то совсем как это так не может поступать это божественный человек нет, не так а Никодин-то пришел и спрашивает ну как я могу опять войти в утробу матери влезть и опять родиться так мать моя давно умерла и сам дед уже я ничего понять не могу и он понимает что в словах Христа что-то божественное и он говорит ну ты учитель израилев и это ли не понимаешь то есть вы понимаете иудеи с духовной точки зрения вообще ничего не понимали они были вот материальные до мозга костей вот сказал Христос о духовном а он думает как это он надо мать из гроба как-то ставать от нее одни кости и он на полном серьезе начинает задумываться такие великие слова я понимаю ну как это возможно это чудо какое-то Бог сделает или что и мать моя я маленький стану как-то залезу но вылезу господин кошмар и Христу приходится старику объяснять это и потом вот бабушка сидит плачет здесь и все как ты на женщину а Никодим-то тоже сидел плакал перед ним ну как ты такой я не понимаю я думаю 90 лет отец 30 всего ну покажи он говорит от воды и духа от воды и духа ты родиться должен свыше с небес и объясняет ему рассасывает все это а сейчас священники вообще этого не понимают они они все Никодимы а к ним люди приходят как ко Христам и спрашивают как нам дальше жить вот у меня там сын помер священник сидит на вопросы отвечает и умер я считаю виноватый а как он умер Елена там ее звать ну в это по спасу слушаю там ответы священников она да вот он алкоголик у меня а может и наркоман точно не знаю приходил там все время болтался по голосу лет сорок значит ему лет двадцать всего и вот он постоянно в запоях в запоях ты слушай молодой еще какие запои запои годами у него запои и она его там шесть раз уже отсылала в больницу и вот в этот раз отослала он так не хотел в больницу но он уже лежал там у него сердце там скорая приехала откачали его отправила в больницу и вот он в больнице скончался и такая плачет это я виновата это я виновата он спрашивает ее священник ну логично а ты-то что виновата ты отправил его в больницу он дома у тебя помер какая разница так в больнице так вот это же я его он же не хотел в больницу но у него же была вот эта вот уже похмельная вот эта вот да он бы сам не вышел из этого как вот меня в больницу увезли там уже сделали раз сказали все и сказали операция срочная потому что ты просто тебя камень закупорит и тебя вот так располагает вот я сейчас собираю эти документы ну еще непонятного и дальше и потом дальше она говорит ну ну и что там еще так ну это еще не все а что такое когда его отпевали отпевали ага когда говорит его в церкви отпевали ко мне подошел батюшка и сказал мне ваш сын сейчас с господом беседует а я спрашиваю а я спрашиваю батюшку это она там говорит этому священнику а откуда вы узнали а он в гробу лежит и улыбается говорит он значит отошел миротворенным под этим делом хорошо он миротворился и поэтому он сейчас с господом беседует и я вот теперь спрашиваю он сейчас там у господа как ему там хорошо или нет она вопрос задает и священник начинает крутить вот такие вот такие вот наворачивать а что сразу то не сказать пьяница не наследует царство небесное нечестилица не наследует царство небесное вы сами то в храм ходите или нет она то тоже в храм не ходит только ей горько что она сына потеряла она плачет и задает вопросы а мне кажется что до таких вопросов то и доходить не надо по телевизору у меня такое впечатление людей то сначала научить надо они там такие вопросы задают это еще такой более-менее нормальный вопрос там вопросы вообще непонятные есть иногда и священники пытаются на это ответить не научая народ совершенно слову Божьему что ты здесь делаешь да ничего ты не сделаешь здесь хоть какой у тебя будет авторитет если ты не знаешь слову Божьего 3 минуты осталось хорошо так что авторитет это хорошо но авторитет на чужом авторитете в рай ты не въедешь понимаете своя должна быть вера искренняя такая же большая как у того человека которого ты считаешь авторитетом для себя только ты считай ты его авторитетом в духовной жизни а не в том что ты здесь на земле живешь и тебе хорошо тебя никто не трогает у тебя машина за миллион и тебе хорошо там ездится там все и работает ведь не в этом дело почему на проповедь никто у нас братьев нету братья сильные крепкие работают по многу денег получают а десятину отдают а на проповедь ничего не отдают никакую десятину духовную стежки дорожки позарастали и у нас тоже не только в московской патриархии и мы их тоже прокладываем с огромным трудом хорошо у нас игнотихность есть а не будет и вот одни сорняки с крапивой ты вот много рассказывал об авторитете у меня мысль пришла у дьявола тоже есть слуги и тоже одни в авторитете а одни не в авторитете воры в авторитете чем он мелкий воришка от другого у того много ходов то есть он своей верой в сатану в то что воровство это такое святое он уже садили что не работать вот не работать что не работать что вот это что и вот этот молодой человек как раз об этом нам и рассказывал как не работая нормально иметь верующим да никак то есть сатана обманул что можно не работать за счет других прожитий и их вот это многие верят то есть это лжи поверили венцы которые потом они так же хотят мелко воровать потом написано вас ставят дети на родителей и умертвят их которые вас заставляют работают лагерь трудовой у нас потеряет эксплуатация детского труда начинает приучение наоборот и ребенок он еще успеет наработать не успеет если ты смело на пенсию привык самому зарабатывать у меня мысль пришла еще тоже авторитет в себе нужно культивировать воспитывать возрастать вот родители у нас вот Галя жаль ушла вот она мать у нее есть муж Александр отец вот они родители у них есть дети четверо детей вы должны в себе дети воспитывать авторитет к родителям не так что вдруг Бог вам бац его и дал нет вы должны в себе его культивировать вот есть у тебя нежность к маме к отцу благодарность ты подойди вырази ее чем-то делом вырази словом вырази взглядом своими мыслями прям люби маму отца родители люби в себе вот это вот это вот культивирование возрастание авторитета родительского оно тебе поможет также культивировать авторитет к слову Божьему Господу Иисусу Христу к Троице понимаешь и тогда тебя никогда Дух Святой не покинет у тебя будет полнота духовная во всем и также точно культивировать это к духовным отцам братьям сестрам старшим которые рядом здесь духовные ты точно так же этот авторитет должны в себе воспитывать я не могу этот авторитет насадить авторитет не насаждается он в самом себе произрастает это Господь дает первые росты а потом дальше ты должен его лелеять должен его гладить мыслями своими делами поступками ты должен прорастить себе любовь совершенную вот такую как здесь написано любовь долго терпит милосердствует не завидует не превозносится не гордится не бесчинствует бесчиня вот я считаю что то что произошло в Потеряевке вот беседа с Игнатигом чистое бесчиня ну только одно то что со счетов сбросил не ищет своего не раздражается не мыслит зла а многие которые ну когда вот Игнатиг в конце он прям так начал так ну видно что он с таким волнением трепетом все это рассказывает о это уже злится значит он не прав он не любит вот это раздражение оно не в этом еще раздражиться можно внутри себя и быть таким спокойным а человека вот своими вот этими вот вопросами своими мыслями раздражить человека раздражать а сам ты уже раздраженный это понятно не мыслит зла то есть это вот и есть раздражение по мыслу зла не радуется неправде от этого происходит неправда просто уже то есть ты уже на стороне сатаны. Это отец твой. Аса радуется истине. То есть тут надо остановиться и сказать, каким местом писания подтвердить то, что я тут наболтал. Да никаким ты не подтвердишь. Сатана тебя уже в свое писание загнал. Все покрывает. Даже тебе не верит. Ну, кажется, что что-то тебе не так сказали. Ты покрой это. Потому что это любовь. Вот как вот сейчас сестра сидит, плачет от того, что я спросил, кто Иоанн Креститель. Это вообще для меня маску взорвался. Всему верит, всего надеется. Все переносит. Любовь никогда не перестает. То есть вот это вот по кругу ходит. Замкнутый круг. И это хороший замкнутый круг. Прекрасный. Никогда не перестает. Если любовь, то не такое, что... А он мне вот такое сказал. Я его так любил, он мне такое сказал. Сколько у нас таких ушло? Я так любил Игнать Ихныча. Я никогда не уйду из общины. Вот она же, это душа бабушка, это говорила здесь лет шесть назад. Никогда из общины не уйду. Только сказала через месяц, все, и шла в другую. Потом Бог ее вернул через зрение. Вернее... Так же плакала, когда я так же и о десяти не вопросов задал. Ну, о десяти не задали вопрос, так там ревела целую, ролик сняли. Я так же... Каю, что я до сих пор у нее не спросил, все-таки она заплатила там или нет. Мне же Игнать Ихныч поручал. Потом как-то все пусть, пусть, пусть. Ну, понятно, это все слезы, вот это ее вот такой раздражительность. А я на это даже и не пошел, потому что знаю, что будет. Я о пророке просто спросил, что кто такой Иоанн Креститель? Да откуда же мне знать, кто он? Все за ответы верующего человека. Простите. Я сейчас любого спрашиваю, и все мне отвечают. Я вот так вот боюсь, спрошу у нее, если она помрет, и я... Ну, конечно, и ты будешь виноват, и... Человеку убить. Будет самый настоящий. Слово можно убить. Все. Слово можно убить или взглядом. Ну, что ты думаешь, на ходу-то? На них запах удивительный на жизнь, а на других запах смертоносный на смерть. То есть, от тебя пахнет смертью, а он не вникается. Он их действительно не дает, а ты ему нести не говоришь, он сразу... Ну, и то же самое о Слове Божьем. Вспомни, как она относилась, когда я говорил о проповеди, я тогда еще на площади проповедовал. Начнул рассказывать, как проповедовал, там, как подходили люди. Да ладно, что ты нам опять одно и то же, одно и то же. То есть, никогда не слушала. До конца... Она сама проповедовала, была бы, ходила же, разговала в Евангелие. Другое время. Привет. Спасибо, Господи. Вопросы? Матросов нет и вопросов нет. Понятно. Достойно есть якова истину, Блажить Дитя Богородицу, Присоблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Безыстрения Бога, Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя Величая. Отец наш Небесный, молим тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови нас на жизнь вечную. Помоги, Господи, достигнуть ее через эти страшные испытания в этой жизни. Даруй, Господи, все пройти, преодолевшим, устоять с верой на надежду воскресения и жизнь вечную. Помоги, Господи, благовествовать. Помоги всегда, никогда не отступать от истины. Не мыслить зла и не радоваться неправде, а сорадоваться истине. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Братья и сестры, время еще 12 только.